Приветствую вас на канале час ремонта. Сегодня расскажу про фрезер Ресанта FM 1300E. Чтобы приобрести эту модель по выгодной цене, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый ролик, а также активируйте колокольчик для уведомлений. Буду рад вашей поддержки, пишите комментарии, ставьте лайки. Фрезерная машина FM 1300 Airy Santa позволяет обрабатывать изделия из дерева на заданную глубину. С помощью такого инструмента можно фигурно обрабатывать кромки или вырезать профили. Две прорезиненные ручки обеспечивают надежное удержание инструмента с целью снижения вибрации. Прочная алюминиевая подошва. Специальная шкала позволяет регулировать глубину обработки. Инструмент можно настроить на выполнение определенной задачи путем изменения числа оборотов. Качественные комплектующие и надежный электродвигатель обеспечивают длительный срок эксплуатации фрезерной машины. Фрезерная машина Фрезер предназначена для выпиливания канавок, кромок, профилей и удлиненных отверстий в дереве, пластмассе и легких строительных материалах, а также для копировальной фрезеровки. Данный инструмент не предназначен для промышленного использования. Регулировка глубины. Фрезер оснащен ограничителем глубины, который легко фиксируется специальным рычагом. Безопасность. Кнопка блокировки шпинделя позволяет легко и безопасно менять оснастку. Долгий срок службы. Вентиляционные отверстия способствуют охлаждению двигателя, что повышает рабочий ресурс фрезерной машины Ресанта. Работа вдоль края. Параллельный упор фрезерной машины предназначен для точного следования вдоль края заготовки на заданном расстоянии. Легкий доступ к щеткам. Возможность легкого доступа к щеткам делает возможной их самостоятельную замену без необходимости обращения в сервисные центры. Преимущества. Регулировка глубины повышает точность работы. Мощный двигатель для высокой производительности. Широкая подставка для устойчивой работы. Прочная алюминиевая подошва плавно скользит и предотвращает появление царапин. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них сначала отрицательные. Короткий кабель. Щетки сложно найти в продаже. Нет фрезы в комплекте. Мощность слабовата. Теперь перейдем к положительным. Регулируются глубина и обороты. Небольшой уровень шума. Комфортность рукоятки, фиксация шпинделя. Есть ограничитель глубины. Мощная, легкая, компактный размер. Крепится к рабочей поверхности. Легкая замена комплектующих. Хорошо собран, удобно лежит в руках. Кнопка пуск имеет фиксацию. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. Лайки и комментарии приветствуются. До скорой встречи на канале Час Ремонта.